Безопасный город начал претендовать на звание не самого безопасного. В управление МВД по Ненецкому округу начали поступать устные жалобы жителей Наринмара. Вблизи жилых домов в Качгарте и Харивирске подрядчики по установке комплекса видеонаблюдения раскопали опасные траншеи. Эти ямы, уверены жители микрорайонов, могут стать причиной страшной трагедии. Глубокие и длинные канавы подрядчик раскопал, чтобы проложить кабель. Раскопал и оставил. Ямы засыпал сначала первый, а затем и второй снег, сделав территорию вблизи жилых домов опасной. С этой проблемой жильцы домов по улице 60 лет октября начали обращаться напрямую в полицию. Мол, комплекс видеонаблюдения ваш, так и спрос за беспорядок тоже с вас. Окружная полиция, хоть и является только инициатором проекта, но не заказчиком и куратором, ответственность с себя не сняла и вплотную занялась этим вопросом. Мы планировали, что безопасный город будет безопасным для граждан. А на сегодняшний день ситуация какая, посмотрите, вот эти канавы вырыл подряд, подрядная организация, и страшно ходить. Люди с колясками ходят, упадут или не упадут. Сейчас активно мы этим вопросом займемся, и к подрядной организации претензии будем предъявлять, и, естественно, к заказчику. Я сегодня уже губернатора попросил, чтобы он нам помог в этом вопросе. Кроме того, отметил Олег Ильиних, при проведении подобных работ подрядная организация должна обеспечить безопасность граждан, поставить ограждения или предупреждающие знаки. Подрядчик работы ЗАО «Ланит» заверил, про ямы они не забыли, все неудобства будут устранены. Работы продолжаются, сейчас траншеи закапывают со стороны Хариверки, двигаются по мосту, ну, со стороны Сахалина. Я должен к концу следующей недели все закопать. Напомню, комплекс видеонаблюдения «Безопасный город» был запущен в тестовом порядке еще в прошлом году. Тогда в городе установили 20 видеокамер. С завершением работы их число достигнет 60. Государственным заказчиком выступил Комитет по информатизации Ниницкого округа. Установка программного комплекса необходима для повышения эффективности контроля за ситуацией в общественных местах города и поселка искателей. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».